Крымские студенты сразились за армспортивным столом. В Симферополе завершился традиционный третий розыгрыш Кубка по борьбе на руках среди учащихся вузов республики. Стартовало соревнование как внутренний чемпионат на бокса, но со временем приобрело популярность. Если раньше в нем участвовало до полусотни рукоборцев, то сейчас численность возросла вдвое. Изюминка популярного среди студентов турнира в том, что в борьбе за столом могут встретиться участники разного уровня подготовки. И новичок может встретиться с профессионалом. В любом случае хорошая практика, хороший опыт для всех. Уже сегодня принимают участие ребята с Судака, САК, Салушты, Севастополя. То есть географию понемногу расширяем. Атмосфера студенческого кубка приближена к уличному армфайту. Борьба проходит за одним столом. Участников тесным кругом обступают болельщики. В нынешнем розыгрыше, как всегда, поучаствовали опытные борцы. Джанкоид Снияс Измайлов. Недавно выигравший золото чемпионата России по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, на этот раз приехал в Симферополь в качестве тренера. Привез из родного города небольшую команду. Измайлов поставил ученикам задачу минимум – набраться опыта перед ответственными стартами. Чтобы они пристреляли для себя и посмотрели, стоит ли им вообще начинать заниматься армспортом. А так турнир очень хороший. В прошлом году сам участвовал в нем. Очень понравилось. А 20-летний Андрей Попов месяц назад стал пятым чемпионате России среди юниоров. Говорит, результат хороший. Уступил лишь чемпиону мира, а соревновался в категории с двумя десятками квалифицированных рукоборцев. Принять участие в студенческом кубке многократный чемпион и призер Украины согласился охотно. В силу дефицита турниров по любимому виду спорта в Крыму не только студенты, но и спортсмены его уровня с удовольствием цепляются за возможность провести тренировку с повышенной ответственностью. Все спортсмены крымские самые сильные, они очень любят побороться и всегда приезжают на все соревнования. То есть абсолютно на каждое соревнование приезжают все. И так как здесь нету категории 65 килограмм, то есть все самые сильные с категории 65, 70 и 75 стараются гонять 70. Нынешний турнир тренеры считают хорошей площадкой для подготовки к чемпионату и Кубку Крыма пармрестлингу. До этих ответственных стартов еще немало времени, но неопытные спортсмены могут прочувствовать атмосферу официального соревнования. Плюс ко всему на студенческом кубке новички получают шанс обратить на себя внимание тренеров. Розыгрыш трофея образца 2015 года организаторы приурочили к годовщине крымской весны.